МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждого в домашней аптечке наверняка найдется перекись водорода, но мало кто знает, что в открытом виде она теряет свои свойства уже через 2 месяца. Кстати, ревизию аптечки стоит проводить как минимум раз в полгода, а перед приемом лекарств обязательно проверять срок годности на упаковке. В дамской сумочке тоже найдется немало вещей, от которых, возможно, пора избавиться. Солнечные очки следует менять раз в 2 года. Блокирующий ультрафиолетовое излучение покрытия со временем начинает выгорать и перестает защищать ваши глаза от солнечного света. А расчески даже при регулярном уходе за ними через год все равно начинают накапливать микробы и могут стать причиной возникновения перхоти. Тушь для ресниц необходимо менять раз в 2-3 месяца. После этого ее использование может стать причиной раздражения и даже комьюктивита. А максимальный срок жизни губной помады – полтора года. Кстати, не стоит пользоваться общими пробниками из магазина и одалживать свою помаду подругам. Она легко становится рассадником стафилокока, хламидии и герпеса. Ни одна хозяйка не может обойтись без таких незаменимых помощников в быту, как отбеливать или хлорка. Но как только вы открыли банку или бутылку, стоит сразу отметить эту дату на этикетке, так как через 3 месяца средства придется заменить. Удлинители и сетевые фильтры тоже оказались весьма недолговечны. Вы вряд ли найдете на упаковке срок годности, но на них есть гарантия, что и станет рекомендуемым временем эксплуатации. Важно помнить, что его превышение может привести к возгоранию. Не рискуйте и возьмите себе за правило менять сетевые фильтры и удлинители раза в 2 года. К сожалению, у смартфонов есть свой срок годности. Спустя всего 2-3 года они начинают медленно, но верно выходить из строя. Особенно это касается моделей со встроенными аккумуляторами. Внешние признаки не всегда могут говорить о том, что вещь больше нельзя использовать. Чтобы не запутаться в сроках годности, всегда маркируйте свои покупки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова